Усложнит финансирование войны. Болгария прекратила аренду «Лукойлом» порта «Росинец». Депутаты парламента Болгарии сегодня, 21 июля, разорвали договор о концессии российского «Лукойла» на порт «Росинец», об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на «Би-Ти-Ви-Новостите». Отмечается, что парламентарии приняли проект закона о внесении изменений и дополнений в «Закон о контроле за выполнением ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине, выданные концессии на осуществление деятельности на стратегических объектах, имеющих значение для национальной безопасности, которые затрагивают нефть и нефтепродукты, произведенные из сырой нефти российского происхождения или экспортируемой из России, прекращаются в недельный срок, говорится в решении, с поправками на практике прекращается концессия «Лукойла» на порт «Росинец», уменьшат возможности РФ финансировать войну. Сторонниками этого предложения являются представители трех партий парламента. Они указывают, что прекращение концессии остановит возможность использования России и болгарской инфраструктуры для финансирования войны против Украины. Кроме того, они уточняют, что законопроект реализует санкции, введенные регламентом ЕС против войны, и концессия порта «Росинец» также подпадает под действие санкций. Порт «Росинец». Портовый терминал «Росинец» находится на южном берегу Бургасского залива. Он предназначен для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья и товарных продуктов. В 2011 году между Болгарией и «Лукойлом» был подписан договор о концессии части портового терминала «Росинец». В 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года. Напомним, что премьер-министр Болгарии Николай Денков хочет очистить спецслужбы страны от влияния России. Однако действующий президент Румен Радев не разделяет его взглядов и может помешать важным реформам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.